Хорошо, я говорю... Так, что не лазно-то? Как ты сюда попал-то? Я попал сюда так, что рано встал, помолился и пришел в этот Содом и Гоморру сказать, что Господь близко, что перестали развратничать, иначе Бог выжжет это все. Я согласен. Согласен с вами. Только не ругайтесь ни одного слова, а то стыдно вам будет. Я не ругаюсь. Не-не-не. Я на работе сижу. На работе. Мы пришли с великим Словом Бога. А великая радостная весть, что Иисус умер за нас, умер и воскрес, и ждет с покаянием. Если ты грешник из грешников, он прощает, потому что он умер за наши грехи. Если грешник, то он простит? Простит любого. Только обещай никогда этого не делать и не делай. И войди в Церковь Христову, Святую Православную. Понятно. Ходи на исповедь к священнику. Вы, если хотите больше узнать, запишите, что я скажу. Называется «Во свете Библии» наш канал. Канал, запишите. «Во свете Библии». Вот эта вот Библия, вот. В ее свете, от нее свет идет. «Во свете Библии» запишите. Я вам скажу, это не случайная встреча. Я помолился, чтобы Бог послал хороших людей сегодня. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. И вы сразу найдете меня. А если хотите поговорить в скайпе, Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете. Я вам скину все ресурсы. Сайт, форум, Инстаграм, Фейсбук. Все. У нас огромные-огромные ресурсы. Вот в Ютубе только на нашем канале. 17 тысяч роликов наших. Мы строим православную деревню с нуля. Чтоб человек, который поселяется, он должен доказать вначале, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Я сказал тут, краевая администрация тут. И они говорят, так у нас тут ни одного нет, кто поселился. Статистика врет на каждом шагу. Женщины матерятся, мужчины все курят. Я не курю. Ну, молодец. Как вас звать-то? Николай. Николай. Николай победитель означает. Да спасет вас Господь. А вашего товарища как звать? Олег меня зовут. Олег. Да поможет Господь найти путь истины, потому что с Богом смерти нету. Господь говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Поэтому верить – это уверенность у человека. Он не один. Бог везде помогает. Понятно. Ладно, мы-то... Так, все, да? Все, мы дальше пойдем. Может, вопросы у вас есть? Что, сегодня праздник какой-то? Вы, если хотите, разговаривать, только чтобы ни одного плохого слова не было. Согласны? Конечно. Не ругаться. Мы православные. Из города Барнаула. Игнатий Тихонович Лапкин. 81 год. 81. Мы пришли сюда возвестить людям радостную весть, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за наши грехи и воскрес. Сегодня воскресенье как раз. И Он зовет всех к покаянию. Независимо от того, какой ты грешник, Он прощает. И далее благословляет, дает закон свой. А закон его мы узнаем из Слова Божия. Это книга в корочках, то есть 77 книг. Большие и маленькие. Это полная Библия православная. И вот пришли сюда сказать людям, что ожидает их. Считаем Евангелие, Псалтырь, чтобы люди немного услышали. Некоторые понимают. А некоторые увидят и здороваются. Говорят, а мы на ваших ресурсах. У нас очень большие. Вот YouTube, наш видеоканал. Наших только роликов там 17 тысяч. Мы строим православную деревню. Мы все снимаем. Вот у нас была большая миссионерская поездка. У меня из печати вышло 38 томов книг. Каждый том 752 страницы. Это не брошюрки. Если вы зарядите в скайпе, Игнатий Лапкин в скайпе, вы сразу на меня выйдете. И я вам скинуть могу все ресурсы. У нас сайт есть. Там форум. Мой мир там... Ну, еще только нету у нас. Вот в моем мире только 22 с половиной тысячи фотографий наших. Тысячи. Почему? Потому что у нас мы не одни, а, ну как, община наша трудится для Бога. Вот с этими книгами, в библиотеке, купить не на что. Я молюсь, и Бог положил мне на сердце на молитву, подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, заезжая во все города, районы, центры. Оттуда вернулись, контейнер 5 тонн, кажется, забросили границы, получили паспорта, зашли в Шенгенскую зону и прошли до Лиссабона, все страны Европы. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию и Север. 650 городов. И подарили на 35, примерно, миллионов рублей книги. Подарили. Потому что книги написаны в пророческом духе. Они оживляют людей. Мне много пришлось в жизни перетерпеть. Я в 87-м только освободился, как политзаключенный. И судился. И 11 лет шел в суд и выиграл. А выиграл это не просто так. Потому что они у меня конфисковали многое. По тем деньгам 11 миллиардов стоимость была. Ну, недельминированные деньги. И выиграл. И мне вот в центре города Барнаула такой прекрасный район, сухой. Здесь два дома и 13 соток отдали. Акала-аби. И вот я тут нахожусь. В одном здании мы сделали церковь православную. Это вы все увидите. Все снимается. Вам будет интересно это. Ваша биография похожа на него? Ну, похожа биография тем, что я первый в стране, первый распространил архипелаг ГУЛАГ. Он был военным каким? И я тоже с пушками возился. То есть одинаково. Он тоже был расчетом. Дальше. Он сидел в тюрьме. И я сидел в тюрьме. Пяти тюрьмах. За что сидели в тюрьме? А? За что сидели в тюрьме? Жанатас. Джамбульская область. Казахская ССР. За что? За что? Я насчитал. Тогда печатать-то как было? Издавать нельзя. В первую очередь издал Библию. Насчитал. Это 89 часов. На пленках. 11 катушек. 375 метров. Каждое 8 часов 20 минут. Дальше. Насчитывал еще 50 книг всего. И насчитал архипелаг ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ. И брал интервью репрессированных. А этого мне простить не могли. Секундочку. А вы читали мастера Маргариту Михаила Фалаши? Еще бы. Так у меня сколько ответов на это есть? Сколько ответов на это есть? 4124 вопроса я отмечаю студентам, где преподавил в университетах. Придавал. Да. Вот насколько правдивая вот эта история про Иешуа Гонуцри? Насколько вот это, вы считаете, правда была? Правда ли, помните, Пилат вот так вот разговаривал с Иисусом? Иешуа Гонастри, как он называет его, Иисуса Зназарета. Да, он был арестован. А дальше он все выдумывает. Он писатель. Михаил Афанасьевич Булгаков, писатель. Тем более знал с нечистой силой. А как же было на самом деле? Действительно ли... На самом деле было вот так, как написано в Святой Библии. Четыре Евангелия. Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И мы, христиане, в это верим. Вот как. Но все-таки, но все-таки Понтий Пилат был... Вот захотел ли он помочь... Да, да. ...из кресту. Почувствовал ли он его вот эту вот силу или нет? Нет, он просто исследовал, увидел. Ничего плохого, достойного смерти он не сделал. Его обвиняли в чем? Он провозносил себя царем. Ну, можно было бы сказать, сумасшедший. Ну, какой еврей царь, когда под римским владычеством-то? Ну, Христос-то имел в виду царь царей. Господь господствующих на небе. Ну, а Пилат-то он не знал это. Еще написано, что жена его сказала. Я много пострадал. Она еврейка была. Не делай зла этому праведнику. Пилат вошел в историю как малодушный. Вы сейчас где находитесь? Я нахожусь в город Барнаул, Алтайский край. 81-й год. У меня Лапкин Игнатий Тихонович. Я бы пожал вам руку, конечно. Это вообще... Я вас уважаю. Вот знаете, если вы пожелаете больше узнать, еще встречу иметь, запомните. Игнатий Лапкин. Два слова. И вы в скайпе меня найдете. В скайпе. А если добавите слово «Во свете Библии», вы сейчас найдете наш канал. Игнатий Лапкин «Во свете Библии». А скажите, пожалуйста, Игнатий, а вот как вы относитесь к РПЦ сейчас, на данный момент, вот в этот год, вот в этом государстве? Как вы относитесь к Патриарху все вообще и так далее? Понимаете, как сказать? Вот у меня брат священник. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Мы им не подчиняемся. Но у нас с ними хорошие отношения. Их митрополит приезжает, у нас служит после принятия акта о каноническом общении. И то, что пишут про Патриарха, мне не надо. Ну, там было табаком, водкой торговал. Владимир Курайев сказал, да, было. Ну, еще все время трясти-то. Да, у него там миллиарды перечисляют, сколько долларов. Мне зачем? У меня пенсия 8141 рубля 33 копейки. За 35 лет трудового стажа. Я печеньком. Мне не давали прорабам работать. Я не сужу. Господь сказал, что ты судишь брата за сучок, когда в твоем глазе бревно. Бревно. Очисти прежде глаз свой. Я за него молюсь. Вот мы молимся утром. Господи, благослови правителей мира. Дай им страх, чтобы благо для церкви сотворили. Смотрите, послушайте, за правителей мира. Чтобы давали добрые законы, дали достойную жизнь, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, которых мы знаем. Я молюсь и благодарю. У меня благодарственное пришло от Рамзана Ахматовича Кадырова. Я его люблю просто. Вам пришло благодарственное письмо? Да, у меня вышло из печати 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить библиотекам мир. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, заезжая города. Дошли до Лиссабона, Атлантический океан. Прибалтика, Скандинавия, Турция и Север. И посетили 650 городов. Я сделал подарок. Мы подарили на 35 миллионов рублей при этой пенсии. И он мне, ну, я ему подарил. И он мне прислал благодарность. От Лукашенко получил, из Сербии. Вы зайдите на наш Ютуб, там все это заснято. А если поставить... Сказать, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Зашел прямо сейчас в лайв-журнал. И он пишет мне. Осторожно. Все в доброславной секте у меня. Секта Игнатия Лапкин. Вы не туда зашли. 220 роликов против меня выставили. Потому что я их обречаю за сребролюбие. Что все продают. Вплоть до патриарха. Так разве патриарх Кирилл, Кирюша, да. Он не продает. Ну, я еще раз говорю. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Вы не просто слово зарядите. Вы найдите наш видеоканал. А что говорят плохо? А о Христе кто говорит хорошо? Нет. Только христиане. А остальные его не признают. Вот тут бывают мусульмане. А мы другой книгой. Я говорю, может, этой признаете? Нет. Мы вообще ничего не признаем. Богу-то нет. Надо самому все делать. Да. Да. Вы нашли то, что вам не нужно. Они ни одного слова не могут доказать. Мы их обречаем за сребролюбие. Что все за деньги продали. Кто? Мы уже собираемся в церковь идти. Так. Время уже 8 минут. Давайте прощаться. Давайте прощаться. И я еще раз повторю, что Бога нет. Надо двигаться своими силами. Так потихоньку, потихоньку. Не спешите. Вы еще ничего не посмотрели. А Бога нет. Это сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. Псалом 13. 3000 лет назад. Все. Спасибо. Спасибо.